В центральном округе Омска обрушилась крыша многоквартирного жилого дома. Деревянные перекрытия трехэтажки 1956 года постройки не выдержали тяжести снега. Сломавшиеся балки повредили трубу отопления. В итоге кипяток хлынул в квартиры по перекрытиям. Все подробности у Данилы Выжевского. Давайте перенесем ее, ***. Вы что, убирайте кресло. Крем с этим креслом, ***. Жители дома 1-1, что находится в микрорайоне Загородном, проснули сегодня утром вовсе не от звона будильника, а от ужасного грохота. Обвалилась крыша, проломив с собой трубу отопления. 70-градусный кипяток затопил все квартиры. Двушка Ирины Лисичкиной находится прямо под местом, где оборвалась труба отопления. Вода лилась с потолка, текла по стенам. Женщина с мужем едва вышли из дома, как им позвонили соседи. Сообщили, вас топит кипятком. Тут же развернулись, приехали домой, зайти в квартиру было невозможно. Паром вышибало глаза. В общем, кипяток был неимоверный. Недавно сделанный ремонт в квартире придется переделывать. Пострадало все. Потолок, стены, полы, мебель и бытовая техника. Все вот это вот в воде. Это все было залито, еще больше воды. Вода в резетках. Все залито. Екатерина Куликова с мужем и тремя детьми живут в этом доме недавно. Не успели еще даже наклеить обои. Только поставили новые перегородки из гипсокартона. От кипятка они пришли в негодность. Но самое страшное – поток горячей воды хлынул на детскую кровать. Вот здесь на кровати спит ребенок. То есть как бы вот отсюда с потолка все бежало сюда на кровать. Это хорошо, что с утра произошло, когда уже я пошла на работу, а дети собирались в школу. И так во всех квартирах с третьего по первый. Кипяток даже спустя несколько часов после аварии еще течет по перекрытиям. Несмотря на то, что рабочие уже отключили отопление. Также они разобрали обвалившийся участок крыши. В управляющей компании обещают, что в течение недели сделают новый настил. И по мере возможности будут устранять последствия. Ведь в том, что произошло, как раз и виноваты коммунальщики. Снег убирали только с краев крыши. А вот до центра почему-то они дотягивались. Дело в том, что конструкция старая. И там посередине подпорок не было. Поэтому она просто выгнулась. И в один прекрасный момент не выдержали. И начали, как говорится, лопаться. Теперь в управляющей компании обещают возместить жильцам ущерб в полном объеме. И уверяют, проблем с этим не возникнет. Данила Выжевский, Константин Демиденко. Новости здесь. Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова